Меня зовут Дмитрий Куликов, я фотограф и тревел-блогер Октагон. Моё желание фотографировать родилось из любви к путешествиям. Достаточно длинная история. Началась она, наверное, с пары монет, которые мне в 6 лет подарила мама. Они были заграничные, в советское время это достаточно большая редкость была. И меня это сподвигло к тому, что я начал коллекционировать монеты. Я интересовался системой денежного обращения, как живут эти люди, как формировалась история этой страны. Потому что мне попадались иногда страны, монеты колониальных стран, которые сейчас не существуют. Это было всегда интересно и увлекательно. Первая моя заграничная поездка стояла в Японию в 2000 году. Тогда я понял, что ехать в Японию без фотоаппарата я не могу. Я попросил у друга его пленочную китайскую небольшую камеру. За неделю я понял, что фотография это то, что меня вдохновляет, цепляет. Я хочу фиксировать эти моменты необычные для меня, которые я встречаю вокруг. Поэтому я буквально через неделю или полторы пошел и большую часть денег, которых я привез с собой, потратил на камеру. Тогда они были тоже пленочные, цифровых еще. Я помню, наверное, они только анонсировались. И были смешные пиксели, даже, наверное, они не мегапиксели в картинках. С этого началась моя история с путешествиями. Сейчас я путешествую не менее 12 раз в год. Я посещаю, наверное, в год около не менее 10 стран и несколько поездок по России. Что касается моего ника Октагон, то появился он достаточно давно. Он возник раньше, чем мой ник в Инстаграм. Октагон для себя я придумал в 1999, когда завел свой первый почтовый ящик. И помню, мне нравился образ Октагона. Октагон — это правильный восьмиугольник. Фигура очень символична. Она известна человечеству с древности. Кто увлекается фэн-шуем, помнит фигуру багуа. То есть это где вписаны все сферы жизни человека. 8 сфер жизни, которые надо прокачивать. И в современном бизнес-образовании есть колесо успеха, которое часто рисуют кругом или как раз восьмиугольником те сектора жизни, которые необходимо развить, чтобы жизнь была полной. Поэтому я никогда не бросал ни своей профессиональной деятельности, ни творческой, ни Инстаграм. Я всегда стремлюсь, чтобы мой Октагон был как можно более октагонистый. То есть имел правильные углы и стремился быть наполненным. Вот такая история. В большей степени меня интересует не количество, а качество. Например, в ту же Японию я приезжал и возвращался уже, по-моему, 12 или 13 раз. То есть страна очень фотогенична, уникальна для фотографов. И она близка для города, в котором я живу основное время. Я живу в Хабаровске между путешествиями. Мне лететь 2 часа на прямом рейсе до Токио. И поэтому мы часто очень там бываем. В этом году я для себя открыл Курильские острова. Я побывал только на одном отрубе, в цепочке там 56 островов. Я поставил для себя цель посетить как можно больше островов. Вроде находятся в границах России, достаточно досягаемые. Очень мало фотографий с этих островов, видеоконтента. И мне охота узнать об этом побольше и донести своим подписчикам. Для меня сейчас путешествие и фотография – это квест. Я чувствую себя реально охотником за моментом красоты. На острове Пасхи. То есть когда ты днем ходишь среди туристов, смотришь на эти истуканы, ничего не вибрирует, ничего не трогает. Я приезжал туда к рассвету, вставая в 3 ночи. Мы гнали с женой через всю ночь через остров на квадроцикле. Смотришь на этих среди ночи истуканов, и за ними встает солнце. И ты совершенно по-другому начинаешь воспринимать. Тогда появляется магия. Действительно, когда из тьмы рождается свет, то режимное время, которое ищут фотографы и доносят до своих зрителей, и рождают магию снимка во многом. Если говорить о пяти странах, в которые я рекомендовал поехать начинающему или опытному фотографу, конечно же, я рекомендую начать с нашей необъятной родины. Ребята, езжайте на Камчатку. Это невероятное место. Второе место, если говорить о загранице, то, наверное, я порекомендовал бы Новую Зеландию. Дело в том, что для меня это как мир в миниатюре. То есть в одном месте очень много достопримечательностей, которые доступны вообще в нескольких часах езды на автомобиле. И там очень красивые и комфортные дороги. В моем рейтинге это, наверное, номер один для автомобильных путешествий. Третье в моем рейтинге я бы поставил США. То есть это симбиоз культурных достопримечательностей и природных. Национальные парки западного побережья, там Йеллоустоун, Арки, Долина Монументов. Это просто топ для пейзажных фотографов. Четвертое место, наверное, бы поставил Исландия для любителей дикой природы, ландшафтов. И пятое место, ну, по-любому надо побывать в Южной Америке. Мое самое любимое место там – это Патагония. Это невероятные ледники, очень красивые снежные горы, между которыми раскиданы голубые озера, цветущие луга. Ну, и шестым я бы добавил Боливию. Таланчак Уюни – самое крупное природное зеркало в мире. Если вы любите снимать звезды, лучшего места не найти. И на высоте 5 километров вы попадете в страну вулканов, между которыми раскиданы цветные озера, а на этих озерах обитают розовые фламинго. Такого пейзажа вообще нигде в мире не найти. Вот, наверное, вот эти места мои самые любимые. Как только появились деньги, я как раз присмотрел себе Next 6. Камера, которая очень компактная, на которую было можно иметь несколько объективов. И стал ездить на протяжении двух лет я ездил с ней. С учетом количества моих поездок, я понимал, что я бываю в таких крутых локациях, что мне необходимо уже что-то посерьезнее. Это был 2014 год. Вот как раз, по-моему, в России появился Sony Alpha 7R. И я стал одним из первых обладателей этой камеры в моем городе. И я снимал ее на протяжении пяти лет. Буквально месяц назад я перешел на Sony Alpha 7R III. Камера уже намного скоростнее, лучше управляется. Вот этот тактильный фокус очень меня выручает во многих ситуациях, особенно когда снимаешь. Надо сфокусироваться на небольших объектах. И сейчас у меня в наборе Sony Alpha 7R III. Объектив 24 на 70 со светосилой 4. 16-35 со светосилой 2.8. И портретник 55 со светосилой 1.8. Это три стандартных объектива, которые я вожу с собой. Есть у меня 70 на 200 светосилой 4 телеобъектив, которым я уже не пользуюсь год, потому что телеобъектив у меня заменяет камера Sony RX10 M4. Потому что он дает в аналоге до 600 мм. Намного привычнее мне оказался, удобнее, чем семерка, которая у меня до этого была, скоростнее. Для съемки животных, анималистики покрывают все мои потребности. Я снимаю птицы в полете там и медведей на удалении вблизи. Частый вопрос про вдохновение. Где его брать, где его черпать? Для меня самый простой источник, как и для многих жителей на Земле сейчас, это Инстаграм. То есть я подписан на многие топовые каналы, посвященные путешествиям. Там, где аккумулируются самые интересные и красивые кадры. И зачастую в ленте я вижу какая-то интересная локация, которая мне понравилась. Я просто нажимаю на кнопочку «Сохранить» и потом это анализирую. И при возможности, при дальнейшем планировании путешествий, включаю в свой список. Вообще, у меня всегда есть список мечт. Свой список путешествий я сформирую из тех мест, которые я мечтал посетить с самого детства. Все профессионалы когда-то были начинающими. Все прошли тот путь, который предстоит вам. Например, я когда начинал свой творческий путь, я просто скриншотил фотографии, которые мне понравились. И при возможности я его повторял. Есть пословица, что все великие стоят на чьих-то плечах. И не надо стесняться копировать кого-то. Если тебе понравилась фотка, повтори просто ее. Понравилась обработка, попробуй в фотошопе поработать с настройками. Повтори такую же обработку. Почувствовать себя. То есть почувствовать, что тебя вдохновляет. Возможно, тебя вдохновляют не пейзажи, а обнаженные женщины. И тогда ты станешь профессиональным художником, фотографом Нью. А может, тебя вдохновляют мотоциклы и автомобили. И тогда ты будешь стремиться бывать на автогонках, на мотокроссах. Что тебя вдохновляет? Силы, энергия, вся наша атомная станция, всех наших действий заложена где-то внутри. Главное разобраться в себе, это почувствовать. И потом она начинает работать. Когда ты занимаешься своим делом, у тебя появляются возможности. Опять этоotes. Силы, энергия. Провид крым. Провид�. Провид germать. Провид Провид Провид